Любой алкоголик, который уже довольно далеко зашел в своем пьяности, он отрезан от этого мира, он одиночка. Хотя он может быть внешне общаться, то есть у него какой-то круг общения есть, но его все не устраивает. И именно поэтому мы пьем. Через месяц у Григория будет 9 лет, как он живет в трезвости. До этого пил. Из-за этого пагубного пристрастия он потерял любимую женщину, к родителям приходил только переночевать. Когда достиг дна, пришел в общество анонимных алкоголиков. У меня есть основания сказать, что мне ничего другое не помогло, потому что до прихода в анонимные алкоголики я ходил в храмы, пробовал, чтобы мне батюшка помог. У меня был личный свой психолог. Сообщество анонимных алкоголиков было основано 10 июня 1935 года двумя безнадежными пьяницами. Они решили оставаться трезвыми и помогать другим людям, страдающим от алкоголизма. Задача сообщества анонимных алкоголиков – учиться жить трезво. Они не оказывают медицинских услуг, не проводят сеансы психотерапии. Просто один алкоголик помогает другому проходить специальную программу. У одних на это уходит неделя, у других год. Григорий преодолел ее за 5 месяцев. Наша программа передается только одним единственным способом. Человек, который ее уже прошел, передает это другому. Такого человека мы называем спонсор, хотя это не имеет отношения к финансам. Это передача знаний и опыта. По словам Григория, многие алкоголики не приходят в сообщество, так как боятся, что все узнают об их пагубной зависимости. Но с другой стороны, об этом знают родственники, друзья, коллеги. В сообществе они получают шанс вернуться к нормальной жизни, где нет места выпивки. То, что происходит на собраниях, не афишируется. Анонимность сохраняется на уровне пресса и средств массовой коммуникации. В сообществе работает телефон «Горячая линия», по которому можно получить всю интересующую информацию.